Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем четвертую главу первого послания апостола Павла Коринфиным. В этой главе апостол Павел раскрывает особенности служения апостолов. И во многом это служение становится совершенно противоположным тому, к чему привык языческий мир, к тому, как философы, странствующие проповедники, наставники организуют свое служение. Служение апостолов, как посланников, выполняющих миссию воскрешего Христа, и проповедников Царства Божия существенно отличается от всего, что нас окружает в этом мире. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. То есть апостол, прежде всего, служитель, раб, помощник, посланник Христа, а не гуру. И ему доверено распоряжаться богатствами божественных тайн, сокровищами Небесного Царства. Но они не хозяева, они не собственники этого богатства. Ни священник, ни епископ не является собственником тайн в Церкви, но домостроителем, то есть интендантом, управляющим этим имением. А что требуется от управляющего? Он не может этим распоряжаться как своей собственностью, но он должен оставаться верным своему господину. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, и я сам не сужу о себе». Апостол Павел совершенно трезво понимает свое смирение, ограниченность своих человеческих возможностей в сопоставлении с той безмерной и невозможной миссией, которая ему доверена. И это смирение его освобождает от той беды, от которой очень часто страдаем мы в современном мире. Мы очень часто зависим от того, что о нас думает окружающий. Это влияет на нашу самооценку, и она бывает неадекватной, она бывает либо слишком заниженной, либо наоборот завышенной. Как говорят, ударим комплексом превосходства по комплексу неполноценностей, и мы тем самым оказываемся в рабстве у этих страстей. Но если ты всего лишь служитель и исполнитель какой-то большей миссии, которая доверена тебе, если у тебя есть в жизни призвание, то это тебя освобождает от зависимости, и ты уже спокойно воспринимаешь критику, осуждение других, и более того, ты сам о себе уже не судишь, не осуждаешь себя. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Апостол Павел опять же говорит о том, что пока мы не оказались на страшном суде, вообще нужно воздерживаться от всякого суда. Как и в Евангелии сказано, не судите и не судимы будете, в том смысле, что в принципе не нужно превращать этот мир в зал судебного разбирательства, потому что однажды придет день, когда все откроется, и поэтому можно быть спокойным и свободным, и просто с доверием и надеждой ждать этого дня. Потому что Господь, в отличие от всех земных судей, нелицеприятен, он не льстит нашему самолюбию, как очень часто бывает с подчиненными, он не пытается нами манипулировать для того, чтобы нас унизить, как очень часто происходит между людьми, он истинный, справедливый и нелицеприятный судья, и в любом случае на этом суде будут большие сюрпризы для каждого из нас, и нужно просто с доверием и надеждой ждать этого дня. Дальше апостол Павел говорит о том, в чем состоит смирение апостолов. И это слово «смирение», как царская добродетель, в сознании обычного человека очень часто искажается. Итак, что же отличает смирение апостола? «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Прежде всего, смирение состоит в том, что ты перестаешь превозноситься, у тебя нет потребности самоутверждаться за счет других, кто может быть слабее тебя или глупее тебя. и воспринимает слово Божие, читая его именно так, как оно написано, не приплетая туда никакой человеческой мудрости, никак не спекулируя словами Священного Писания. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Здесь апостол Павел говорит, что все, что нам дано, мудрость, способность постигать Священное Писание, различать волю Божию, некая способность к тайнозрению, прозорливость, все это не наши заслуги, это всегда дар, который мы получаем, талант, который дан от Бога. И поэтому, если это дар, который тебе дан свыше, и он тебе не принадлежит, то и хвалиться нечем. И поэтому все причины для разногласий, для тщеславия, они абсолютно несостоятельны. Если тебе это дано как дар, оно тебе не принадлежит, поэтому и хвастаться нечем. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Здесь апостол Павел включает иронию. Конечно, он говорит это с изрядной долей иронии. Он видит, что коринфины превозносятся, и вот эта житейская мудрость, может быть, какие-то успехи, самолюбование, делает их людьми присытившимися и обогатившимися. И это как раз полная противоположность тому, что является смирением. Истинная царская добродетель — это смирение. Как только человек становится присыщенным, он теряет смирение, и поэтому он не может царствовать. И апостол Павел говорит, что вы уже настолько превознеслись и присыщены, что вы уже себя вообразили царями. «О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» Апостол Павел с ирония тоже говорит, «Ну вот вы уже воцарились, может быть, и мне в вашем царстве тоже будет какая-то небольшая часть. Я тоже смогу поцарствовать с вами. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». И апостол Павел говорит, что истинное смирение состоит не в том, чтобы быть богатым в глазах мира сего или иметь власть в глазах века сего, но то, что заповедовал Христос своим ученикам, пусть последний из вас будет первым, и кто хочет быть господином, тот станет всем слугой. Тот, кто действительно исполняет эту заповедь и старается жить как Христос, в глазах века сего он действительно становится как будто осужденный на смерть, человек, лишенный всякого достоинства, как остатки пищи, которые должны быть просто выброшены вон. Точно так же и в глазах мира сего, в глазах ангелов имеются в виду сильных века сего. Слово «элогим», которое здесь иногда переводится по-гречески как слово «ангел», это «сильный мир сего». Ложные идолы тоже. И в глазах них, конечно, апостолы становятся таким посмещищем. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и нужду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Фактически апостол Павел говорит о том, что его образ жизни является единственным подлинным свидетельством того, чего стоит его проповедь. Он себя безраздельно посвятил Христу и стал безумным в глазах века сего, и принял такое положение, когда он подвергается гонениям, когда его злословят, когда он становится, как прах под ногами. Но в этом он исполняет завет Христа. Точно так же, как Господь заповедал своим учеником, «Благословляйте проклинающих вас, молитесь о тех, кто гонит вас, кто преследует вас». Точно так же и апостол Павел своей жизнью является пример, и он надеется, что для кого-то в коринфской общине эти слова станут словами увещевания, в разумление и тоже утешение. Тот, кто готов последовать за Христом, он не останется в одиночестве. Есть апостол Павел, есть другие истинные христиане, истинные апостолы, поэтому каждый, кто рискнет принять участие в этой общине, не останется абсолютно ни с чем. И заканчивается эта глава призывом апостола Павла. «Не к постыжению вашему пишу сию, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Вот здесь замечательный мотив. Точно так же, как и Евангелие, и самые жестокие слова Спасителя никогда не должны восприниматься как слова, которые хотят кого-то унизить, оскорбить, но наоборот, это всегда слова, которые обладают силой освобождения, силой исцеления, силой вразумления и утешения. Точно так же апостол Павел говорит, «Я вам пишу это не для того, чтобы вас обидеть или унизить, но пусть эти слова станут для вас словами утешения, точно так же, как Отец утешает, вразумляет своих любимых детей. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование». Эти слова апостола Павла дают нам ключ к тому, что такое духовное отцовство, потому что очень часто люди, которые обращаются в веру, воцерковляются, ищут для себя духовного отца. И вот апостол Павел здесь нам говорит, кто является для нас духовным отцом. Тот, кто для нас становится источником жизни во Христе, тот, кто нас порождает к новой жизни. Это не просто какой-то гуру, но тот, кто действительно рождает нас к новой жизни через проповедь Евангелия, через пример собственной жизни. Тот, кто сам живет жизнью воскрешего Христа и становится источником этой жизни для других. И поэтому апостол Павел различает людей, которые будут просто наставниками. И здесь употребляется слово «педагог». А в эллинском мире педагог – это как в дореволюционном мире был гувернант, человек, которому было доверено попечение о детях, он их провожал на занятия, он отвечал за их досуг. Но это всегда раб, наемник, наемный учитель. И это совсем не то же самое, что отец. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот это замечательный образ того, что нужно имитировать, подражать Христу. И здесь всегда возникают проблемы, потому что очень часто, наоборот, мы слышим в проповедях, что никакого подражения не может быть, имитация – это вот всегда какая-то фальшь. Но апостол Павел говорит, что да, действительно бывает фальшивая имитация, но вы живите точно так же по образу Христа, как живу я, чтобы это была имитация и подражание в благородном значении. Этого слова, чтобы в вас изобразился Христос. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». И здесь мы видим, что вера – это не просто некое знание, которое мы можем подчеркнуть из книг, из лекций. Вера – это то, что передается из уст в уста, от сердца к сердцу, от ученика к ученику. Вера – это как жизнь, которая передается от того, кто сам получил эту жизнь и может передать ее другому. И в этом принципиальная разница между педагогом, рабом, наемником, гувернером и отцом семейства. И в этом колоссальная разница между гуру и философами и истинными свидетелями. Потому что Тимофей, как возлюбленный ученик, как тот, кого апостол Павел родил во Христе, сможет выступить в роли не просто наставника, но свидетеля. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Здесь возникает образ того, что, опять же, суетная мудрость, которую мы можем получить от каких-то случайных проповедников и наставников, это как солома, как дерево, которое сгорит в огне. Но та сила, та вера, которую мы получаем от подлинных свидетелей и носителей, духа носителей этой божественной силы, она устоит. И поэтому апостол Павел как раз и говорит о том, что Царство Божие не в слове, потому что слова придут, как придет небо и земля, но сила, сила Святого Духа, сила истины, она пребывает во век, и Царство Божие – это то, что пребывает. И поэтому апостол Павел заканчивает это послание риторическим вопросом. Одно дело, пока вы находитесь дома в отсутствии отца, вами занимаются ваши наставники, педагоги, которые иногда злоупотребляют своими функциями, но в конце концов отец семейства вернется домой, и вопрос только в том, вы его встретите с радостью, потому что вы время его отсутствия провели с пользой для себя, и по-настоящему были его сыновьями, его детьми, либо у вас будет вид провинившихся, и его пришествие, его возвращение домой не будет для вас радостью. Поэтому апостол Павел говорит, чего вы хотите, с жезлом прийти к вам, то есть с палкой, которая будет для вас знаком наказания, или с любовью и духом кротости, с любовью отца, с нежностью отца, с которым апостол Павел вернется в эту общину и встретит своих учеников. На портале Экзекет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сизанянко из Санкт-Петербурга. Протерей Дмитрий Сизанянко